Всем добрый день! Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Добрый день! Мы продолжаем серию передач по книге «Учение десяти сферот». Книга, может даже назвать это «Учебник для начинающих», так, по крайней мере, когда писал её, предполагал автор Юда Ашлак. И мы, третий у нас, третий урок, мы говорили на предыдущем уроке о сокращении, то есть когда творение ощущает, или Малхут ощущает себя противоположным творцу и ощущает стыд, и поэтому сокращает себя, то есть прекращает получать свет. И мы сейчас дальше читаем. Напомню для тех, кто может первый раз смотрит, что «Учение десяти сферот» это книга, основанная на «Древо жизни», книга великого каббалиста XVI века, Ари. И в конце мы также поговорим, как это устроена книга. Значит, Ари пишет так, что пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Дальше он там объясняет. Вот я хотел бы сразу вас спросить, что значит, что после сокращения пространство остаётся круглым? Он подчёркивает это, что круглым, то есть не в виде треугольника и какого-то другого несимметричного объекта, а именно объекта, в котором нет никаких особых свойств одних против других. И поэтому он имеет форму круга. То есть это говорит о том, что весь этот процесс проходил в равенстве и в совершенстве всех его сил и составляющих. А можно как-то это понять с практической стороны для нас? Или пока это ещё рано? Нет, 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 нет. Что этот принцип говорит? Как я могу в своей жизни применить? Что сокращение, оно происходило абсолютно по всем параметрам. И не было ни одного параметра какого-то, большего или меньшего, или особенного по отношению к другим. А все желания, все свойства, они были абсолютно равнозначны. И поэтому сокращение имело форму окружности. Я понимаю, то есть по всем параметрам. Ну, дальше Бальсуля может быть более понятней. Он даёт на несколько комментариев. Один называется Орб Ними, это внутренний свет, и второй это внутреннее созерцание. Одно более точечное, а другое более такое... Развернутое. Развернутое, да. И вот он в этом Орб Ними говорит внутренний свет. Поясняет, что главной причиной сокращения было лишь стремление к новой форме получения радиоотдачи, которая должна раскрыться в будущем благодаря сотворению миров. А вовсе не ощущение какого-то либо авиюта в центральной точке. Вот что это значит? Почему было сокращение? Может, поэтому мы поймём дальше? Сокращение было потому, что вот это пространство, это пространство желания, оно ощутило себя противоположным творцом. И поэтому сократилось. Сократилось воспринимать наполнение от творца, сократилось быть в каком-то относительно несовершенном виде относительно творца. И поэтому, как и свет творца, который его наполнял, так и само сокращение было в виде окружности. То есть, если я правильно понимаю, то сокращение было из-за того, что творение ощутило себя обратным, противоположным творцу, именно в намерении, а не в том, что у него есть желание получать. А въют, как он говорит. Я правильно понимаю? То есть, стыд не в том, что я противоположен творцу, потому что он желание отдавать, а я желание получать, а в том, что как я использую это желание. Так? Естественно. Потому что творение не может командовать, каким оно может быть, но оно может выбрать реакцию на то, каким оно есть. И поэтому его реакция была только такой. Я желаю быть подобной и как можно близкой к творцу. То есть, если я правильно понимаю, то можно это применить и к нашей жизни. То есть, я не должен стыдиться того, что так меня сотворил творец. Понятно, что я желание получать, я хочу всех использовать и так далее. Не в этом проблема, да? Да. А в том, как я использую свое желание получать. Да. То, что в твоей воле. То, что в своем выборе. То есть, то, что я буду хотеть всегда наслаждаться, это понятно. Это не порог. Это не проблема наслаждаться. А то, что я хочу наслаждаться за счет других, это уже, в принципе, можно считать… Это твой выбор. Да. Хорошо. То есть, мы сейчас говорим вообще о действительности, которая была еще до Большого взрыва. То есть, нам говорится о каких-то основах… О самой природетворения, нам говорится. Основах наших свойств, нашей природы. Дальше он пишет, что… Это Ари, слово Ари, что поскольку свет бесконечности равномерный, то есть сокращение также было равноверным, и это внутреннее значение слова «круг». Да, то есть, круг – это идеальная равномерная форма, и поэтому, когда свет создал творение и наполнил его, и творение ощутило себя противоположным свету, то есть сокращение его было в виде окружности. Да, он даже поясняет, что оно было равномерно со всех сторон и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Да. То есть, сокращение было во всех стадиях, не только в последней стадии развития. Вообще во всех стадиях и абсолютно во всех направлениях, поскольку так определялась природа и света, который его наполнял. То есть, сокращение – это такой закон мироздания, который говорит, что ради себя свет не может, если человек получает свет ради себя, он не имеет возможности его получить. Нет такого. Да. Дальше мы переходим тут, кто ориентируется. Конечно, у нас есть эта книга в переводе на русском языке, по крайней мере, это часть. Значит, мы сейчас читаем часть первую, глава вторая. Дальше он относится к тому, что выясняется, что из света бесконечности дальше, после уже сокращения, протянулась линия света в миры, созданные и сотворённые вместе того сократившегося пространства. И из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. Вот что тут начинается? После того, как было сокращение, вдруг появляется какая-то линия, через которую все творения получают какую-то энергию, свет. От света бесконечности, которая окружала, наполняла творение до сокращения. Теперь к творению, которое сократилось от его предыдущего состояния к последующему состоянию, идёт луч света. И этот луч, он содержит в себе абсолютно все свойства, параметры, влияние, которым обладает свет для того, чтобы полностью наполнить, изменить и исправить желание. И этот свет, он доходит от творца к творению и начинает его наполнять. Это наполнение, оно идёт по желанию творения, или ещё это всё происходит неосознанно? Нет, это не происходит по желанию творения, потому что не было ещё такой стадии желания, которая была бы раньше света. А свет, постепенно входя в желание, он начинает это желание изменять, менять. И меняет его до тех пор, пока желание не проходит четыре стадии своего развития. И затем оно делает, ощущает получение света абсолютным, полным, наполняющим его. И начинает ощущать свет в себе, как вызывающий противоположное ему свойство. Вызывает в нём абсолютно противоположное свойство, что заставляет это желание сократиться. То есть я понимаю, что после сокращения все творения получали свет вот через эту вот линию одну. А до этого как получали? А до этого получали в виде круга, совершенно неограниченно. Вот расскажите, это два вида связи с высшей силой? Да, они продолжаются дальше так же. А в чём разница? Разница в том, что получение в виде окружности, круга, это получение неограниченное, не зависящее от свойств творения, оно получает абсолютно неограниченно от творца. В то время как получение в виде линии, оно ограничено свойствами линии, совпадение между желаниями творения и линией, которые исходят из творца, в виде, ну допустим, как труба. И свет идёт по трубе и наполняет творение. То есть тут мы ещё не говорим, а это нельзя сказать, что это осознанное, а это неосознанное получение. Пока ещё оба состояния неосознанные. Да, и они определяются свойствами, разницей первоначальных свойств между творением и творцом. Мы ещё будем много об этом говорить, потому что это основа вообще всего, и много написано. Дальше пишет Бужебаль Сулям, что «не ошибись, думая, что вследствие сокращения света центральной точки было какое-либо изменение в бесконечности. Ведь нет исчезновения и замены в духовном, и тем более в таком высоком месте». То есть что значит «нет исчезновения в духовном»? То есть никакая последующая форма получения, какого-либо влияния, реакции на получение света от творца, оно не влияет на предыдущие формы. Свет исходит из творца и в совершенно свободном виде наполняет творение, и творение реагирует на него и изменяется в соответствии с разницей свойств своих творения и свойствам света, то есть творца. Дальше он говорит, что «однако свет сам по себе всегда находится в состоянии абсолютного покоя, и что все изменения, они уже в самом творении», относительно восприятия творения. Вот что значит, что свет находится в абсолютном покое? Свет находится в абсолютном покое, то есть он не меняет своих свойств, намерений, совершая какие-либо действия. Причем эти действия могут быть очень разные, но он при этом себя не меняет. Его свойством является абсолютное наполнение, насыщение, усложжение творения, и поэтому он может совершать, может быть, разные действия, но намерение его, оно одно. Только лишь наполнять творение всем самым лучшим. То есть, в принципе, абсолютный покой, это имеется в виду, что его намерения не меняются по отношению к творению, привести его к цели. То есть, как этот принцип можно применить вообще в нашей жизни? То есть, я могу сказать, что, ну, как вот он практически? В нашей жизни у нас бывает такое тоже. Допустим, родители, они зачастую могут ругать своих детей и могут обнимать и ласкать их, но всё равно в любом их поведении относительно детей мы можем сказать, что они руководствуются только лишь совершением добра для своих детей. Да, но вот относительно творца, то есть я понимаю, что... Вот я сейчас услышал, что да, творец, он добрый, творящий добро, его отношение по отношению ко мне, как к творению, не меняется. Но опять же, я в это должен верить, я же так не ощущаю, что этот принцип мне даёт. Вера? Этот принцип даёт тебе возможность оценить отношение творца к себе. Я должен в это верить или я могу почувствовать, что это так? Ты это сейчас почувствовать не можешь, можешь только верить, голословно как бы, но если ты будешь стремиться к таким же действиям относительно творца, то ты можешь, начнёшь его чувствовать. То есть Каббала говорит, что есть возможность и почувствовать, что творец, он действительно желает только добро. Да, это называется законом совпадения свойств. А, только приобретя его свойства, я могу так почувствовать? В мире этих свойств ты можешь почувствовать его отношение к тебе. Потому что я вижу, что многие люди довольствуются тем, что они верят в это. Действительно, большинство людей в мире верят, что творец, он творящий добро. И эта вера очень сильная может быть. И зачастую она... Это неважно. ...полностью удовлетворяет человека. Ну, вполне возможно, что это так. С одной стороны, но с другой стороны, мы желаем не просто это увидеть, мы желаем это почувствовать, исследовать, познать. Далее пишет Бальсулам, что понятие обновления и случаев совершенно не имеет места в высшем свете. А все эти виды обновления, о которых говорится, не что иное, как соотношение килим. Он хочет сказать, что вообще в высшем свете нет никаких изменений, а все изменения происходят в самом творении, в желании. И если творение меняется в соответствии с этим, оно чувствует, будто высший свет. То есть творец, отношение Творца к нему меняется. То есть свет находится в абсолютном покое, а в кли что-то меняется. То есть в наших желаниях они постоянно меняются. И нам кажется, что свет меняется. Вот это он хочет сказать. И далее он говорит, что не забудь, что ни в коем случае не имеется в виду воображаемые понятия в месте материальном. Но самый чистый определяется термином «верх», а самый грубый и плохой определяется термином «низ». Дальше он пишет, что круг, линия, это все не надо представлять себе какие-то геометрические формы, что это имеется в виду качественные изменения. Да. Далее уже пишет Ари, что все миры находятся в месте того сократившегося пространства. Вот что такое миры? А каких вдруг тут появляются какие-то миры? Дело в том, что свет от Творца, приходящий к творению, наполняющий творение, то есть желание, которое создал Творец, желание наслаждаться, желание получить, наполниться, этот свет он наполняет и насыщает, наслаждает это желание. желание наполняется светом, ощущает его, ощущает его противоположность, и ощущая противоположность света себе, то есть Творца, насколько он противоположен творению, оно сокращает свое желание получать. И в этом практически происходит разделение между Творцом и Творением. Как-то это похоже на то, что говорят ученые, что все в центральной точке, что сокращение. Как объясняют тут большой взрыв? Так, футболисты пишут, что свет, исходящий из Творца, это высшая сила, она создала желание, и это желание наполнилось светом, ощутило в себе, насколько оно противоположно, свойство света, и сократилось до точки. Это и есть состояние первого сокращения. Это, в принципе, похоже, как наша Вселенная развивалась, тоже, как они говорят, что была в одной точке. Да. А потом произошел взрыв. Ну, здесь мы еще увидим, какие существуют ступени развития. Ну, далее, да, далее он пишет о том, что в этой вот точке, где сократилось, которая сократилась, и там сейчас находится этот свет, и он говорит, что этим есть четыре мира. То есть четыре мира, это дальше он объясняет, а олям – это от слова аляма, то есть скрытие. Скрытие. Да, то есть четыре скрытия, четыре фильтра. И вот расскажите, зачем нужны были вот эти вот четыре фильтра? А это не зачем, что нужны. Никто специально ничего не создает. Поскольку есть противоположность между свойствами творца наполнять и свойствами творения наполняться, то они в взаимодействии друг с другом образуют четыре стадии совместного взаимного влияния одного на другое. И поэтому от самого света, нулевой стадии, идет первая стадия, когда свет распространяется в желании, желание начинает ощущать его, меняется настолько, что оно сокращается. И затем все-таки получает этот весь свет в себя. Это состояние называется миром бесконечности. Это разбирается очень подробно, потому что это самое базисное вообще сведение, самое базисное сведение в науке каббала. То есть, получается, другими словами, это... Четыре стадии распространения света. Это варианты совмещения, соединения двух свойств. Свойств творца, свойства отдачи, свойства творения, свойства получения. Вот эти комбинации соединения, они вот дают вот такие четыре варианта, ну, скрытое, если так можно сказать. Да. Которые потом, в принципе, мы уже начинаем раскрывать это все. Мы начинаем их в себе раскрывать, мы начинаем изменяться в соответствии с этими стадиями и так далее. Ну, интересно, что дальше, когда вот он все это уже объяснил, он опять возвращается и говорит, что до сокращения был он и имя его едины, и не может разум постичь его. То есть, ну, там объясняешь... То есть, желание, оно создаётся светом, противоположным свету, наполняется светом, и это состояние мы практически не можем никак понять, это называется миром бесконечности. Он и имя его, то есть, он — это что? Он — это свет, а имя его — это вот это состояние желания. И они были едины, не было между ними разницы. Вот, а почему надо писать, разум не может понять, зачем тогда писать, если разум не может понять? Ну, потому что есть другие возможности приблизить к себе это состояние, и как-то его оценить, осознать, измерить, почувствовать. Ну, например, какие? Не в разуме. Разум наш, он является всего лишь очень неограниченным инструментом, потому что это желание. А мы должны подняться в такое состояние, когда мы будем выше нашего желания, когда у нас будет намерение вместе с желанием, и с помощью этого намерения мы можем желание изменять в подобие Свету. И тогда на сопоставлении желания и Света Творца, придя к подобию, мы сможем тогда только лишь оценить, почувствовать и даже измерить их совпадение. То есть, как Вы говорили, что разум – это следствие желания. Да. Если желание эгоистическое, то разум тоже, естественно, обслуживает это желание. То есть, а Вы говорите, есть ещё возможность понять, это подняться над желанием, и там будет какой-то что, новый разум или как? Новый разум. Называется вера выше знания. Свойства, которые… Мы обретаем это свойство отдачи, и поэтому в этом свойстве отдачи мы можем почувствовать свойства Творца, поднимаясь выше себя. Ну, дальше он уже в конце пишет, что заканчивается вторую главу, и что поскольку там в бесконечности Он и имя Его едины, и совершенно неразличимы, там не место, не клей, как сказано, то есть не наше желание, как сказано выше, поэтому не способен разум Творения постичь его, так как нет постижения Света без клей. Вот что это последнее? Что это означает, что нет постижения Света? Мы должны изменить своё желание в подобие Творцу, но как мы это можем сделать, если мы Творение? Поэтому воздействие Света на наше желание придаёт нашему желанию намерение. И если это намерение наше совпадает с намерением Творца, то мы сближаемся с Творцом и можем в этой мере ощущать Его и контактировать с Ним, наполняться им в мере нашего намерения. То есть самое главное не само желание, желание оно остаётся, желание насладиться. Это исконное желание самого Творения. А вот для чего насладиться? Ради себя или ради Творца? Есть всего лишь две возможности. Тут мы можем менять свои намерения, для чего насладиться. И если мы сможем поменять наше намерение с наслаждение ради себя на наслаждение ради Творца, то мы можем в этом уподобиться Творцу. Как Творец желает насладить нас, так мы желаем насладить Его. И в этой мере мы начинаем Его ощущать. Но вообще человек, который рождается в нашем мире, он же не рождается просто с желанием получать, уже у него есть намерение. Так ведь? Да, но это маленькие такие микро-намерения. Да. Ну, как мы видим, вот маленький ребёнок, мы видим, что у него есть просто желание насладиться. Даже нельзя сказать, что он наслаждается ради себя. Но потом, когда-то в каком-то возрасте проявляется уже такая у него, ну, как бы хитрость сказать, что он уже, видно, что он это делает осознанно ради себя. Да. Использует других осознанно. Так это? Да-да, правильно. То есть, получается, у нас есть желание, есть разум, есть ещё одна, как-то сказать… У нас есть разум, желание и намерение. И намерение. Самое главное – это намерение. Оно определяет человека, куда он устремляется в своих действиях. А вот как связаны намерение и разум? А с помощью разума мы можем менять намерение. То есть, не с помощью желания, а с помощью разума? Да, желания само нет. Оно чисто, можно сказать, механическое. А вот как мы можем над желаниями возвысить намерение и изменить характер самого желания ради себя или ради других – это уже возможность человека. То есть, получается, разум у него очень важная функция? Очень важная функция. Благодаря разуму мы можем изменить намерение? Да. Ну да, так мы, в принципе, разобрали вторую главу первой части. И, в принципе, дальше уже мы подходим к внутреннему созерцанию. Также на следующем уроке будем разбирать это более такое обширное объяснение, которое даёт Баля Суллям всему вот этому процессу сотворения основ наших желаний. Договорились? Да. Всё, спасибо вам большое и до следующей встречи. До свидания, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова